Был рабовладельческий строй. Я, конечно, понимаю, я не идеализирую. Сегодня тоже рабство, к сожалению, присутствует сегодня, но вот в той системе, в которой раньше, слава Богу, нету. Когда было нормально, что одни люди могли продавать других людей. Что, хорошо, что ли, было? Хорошо это было? Когда люди считались за товар, и причем ведь были убеждены, не только рабовладельцы, но и сами рабы многие, ну да, что-то нормально. Слава Богу, что мы развились до того момента, и мы понимаем, люди не товар, невозможно. Конечно, и сегодня есть люди вот с этим старым в голове, которые пытаются рабство возвращать. И есть сегодня элементы в нашем мире этого рабовладельчества, но, слава Богу, это постепенно все уходит в прошлое. Когда мы понимаем, да, у нас разные могут быть, у одного пять талантов, у другого один талант, но мы все ценны в глазах Божьих, правда же? И не могут одни там торговать или пользоваться как вещью другими людьми. Это изменение, не технологическое. А вот что-то в обществе произошло. А ведь тоже, вы знаете, вы думаете, что это вот сегодня, для нас это нормальная вещь. Мы вспоминаем, мы вспоминаем, как там крепостное право, которое было у нас в стране. О, там, это что-то такое со страниц истории. А ведь когда в 1861 году была эта отмена крепостного права, тоже говорили, как же мы жить теперь будем, крепостных не будет. Это что ж такое настанет-то у нас? Как же жить-то без крепостных крестьян? А без рабов-то как нам теперь жить? Все развалится, жизнь развалится, экономика развалится, все развалится. Меняются все эти вещи. Люди идут вперед. Может быть, не быстро, медленно, но мы идем вперед. И вот есть всегда разделение тех, кто открыт для нового и готов меняться. Да, это часто непонятно. Да, это часто страшно. Да, много вопросов есть. Но нужно идти дальше, чтобы менять. А некий говорит, нет, надо все это законсервировать, все вот это вот в платочек завязать и жить. Нормально при рабах, ничего. Может быть, там убивают там кого-то, исчезают кого-то, насилуют кого-то. Но зато все понятно. Зато все ясно. Это ужасное, вот это архаическое мышление, вот этих вот завязать все в платочек и ничего не менять. Ничего не менять. Жизнь меняется. И слава Богу за это. Раньше вот женщина считалась дочью женщины. Она, конечно, ну не совсем как раб, но образование ей давать не надо. А что ты, ты, женщину грамоте обучишь? Это что тут такое творится? И ведь люди серьезно спорили об этом. Можно ли женщину учить? Не нужно ли женщину учить? Я знаю, что до сих пор есть люди, всякие такие мужские клубы, мужские сообщества, которые им очень трудно с развитыми женщинами. Потому что раньше там врезал, все, сидит тихо под лавкой, молчит, детям врезал. А дети вообще считали собственность. За убийство собственных детей никакого наказания не было же. Вот что было. А сегодня, оказывается, у женщин права есть. О-ко-ко-го. И у детей права есть. И, оказывается, бить их по всякому поводу и истязать нельзя. И за это наказание есть. И часто люди со старыми мозгами. Это что же я не могу своего? Понимаете? Жизнь меняется. Жизнь меняется. И разум наш должен меняться. И вот это разделение происходит, когда уважение есть. Уважение. Когда рабство уходит в прошлое. Вот эта дискриминация женщин, детей. Многое уходит в прошлое. Люди меняются. И не только это когда-то было. Сегодня изменения происходят до сих пор. И опять вот эти изменения, они словно раскалывают общество. Те, у кого старые архаические мозги и люди с новым разумом. Идущие вперед. Да, есть ошибки. Да, не все получается. Но, по крайней мере, нужно двигаться вперед. А не жить вот этими вот старыми, вот этими всевозможными, хрустойми. Это же все было там. Расизм. Мы раса, которая имеет право продавать вон другую расу. Вот это вот неравенство рас. Сейчас мы понимаем, в любой расе могут быть разные люди. Национализм. Когда представители одной национальности считают, что они имеют больше прав, чем другой национальности. Что они не такие неправильные, глупые какие-то. Это ведь все меняется постепенно. Сколько у нас с вами было. Вот я в моем детстве. Анекдоты про Чукча. Это были очень распространенные анекдоты. Сегодня я, честно вам скажу, стыжусь я, что вот в детстве такие анекдоты мы друг другу рассказывали. Когда мы там рассказывали, там собрались русский, грузин, армянин. Любили мы рассказывать такие анекдоты. И всегда грузин с армянином какие-то глупые были. А вот мы были хорошие. Что это? Сейчас это все уходит в прошлое. И слава Богу, пускай это уходит в прошлое. Вот эти вот мозги, которые связаны, что кто-то лучше, кто-то хуже. Что ты хороший только потому, что ты там к какой-то национальности относишься. Уходит это прошлое. И до сих пор куча людей с этими старыми дремучими мозгами. С дремучими мозгами. И очень хочется, чтобы, конечно, Бог менял людей. Особенно в церквах. Бог менял людей, да? Сегодня очень многие говорят там про царей, про царство. Вы знаете, вот по сути, вот это вот такая тема. Вот если вы вдумаетесь, ведь царь, царство, это тоже что-то из разновидности расизма и национализма. Царизм, это то же самое. То же самое. Просто в более маленьком масштабе. Если кто-то считает, что одна раса выше другой, а не как-то лучше. Только потому, что у них кожа другая. Или нация одна лучше, чем другой. Только потому, что, ну, родились они такими. И точно так же как бы считается, что вот здесь такая голубая кровь. Люди, они особенные люди. Они цари, они императоры. Они должны всю жизнь править и потом своим детям передавать. Не дай Бог кому-то другому, потому что они особенные. То есть как бы такой особенный род, который как-то имеет право. Недаром, когда израильтяне просили у Бога царя, Бог не хотел давать им царя. Конечно, Бог допускает. Мы видим, и рабство допущено, и царей Бог допускал. Но это не то, что Господь хотел для людей. Потому что это сама по себе дискриминационная теория. И слава Богу, люди отошли. И сегодня в большинстве стран либо такая формальная монархия, либо ее вообще нет. Но до сих пор некоторые люди нам царяло надо. Мозги из старого, мозги из старого в платочек и в землю. И ничего не менять, чтобы все было как раньше. Нет, драгоценное. Так не будет. Это идет разделение. Оно происходит. Оно опять-таки глубинное разделение. Разделяет людей. Разделяет все общество. И это намного более серьезно. Я вот вижу в этой притче намного более серьезно, чем просто... Как ты со своими музыкальными способностями поступил в этой жизни? Здесь глубже вопрос. Глубже вопрос. Когда сегодня мы видим в современном обществе процессы. Мы там вспоминали старое, да? Дискриминация женщин, детей, рабство, расизм. А современное, когда в обществе многое меняется. И опять-таки это нас пугает. Понимаете? Тут всегда... Ой, это страшно новое, да? В обществе меняется отношение к смертной казни, мы видим сегодня. Меняется отношение к смертной казни. Во многих странах ее отменяют, полностью отменяют. Заменяют на пожизненное заключение и прочее. И до сих пор, понимаете... Почему? Почему это? Потому что вроде бы, да? Око за око, зуб за зуб. Я признаюсь, я сам прохожу процесс изменения, когда в той же самой... Помните случай, когда был в Норвегии, когда Брейвик уничтожил несколько десятков детей. Помните, да? Вот. И, конечно же, несколько десятков уничтожил. В основном там были молодежь. Что нужно сделать с ним, а? Бить. Да так, чтобы мучился подольше. Только чтобы подвесить его, чтобы не сразу, а чтобы вот он прочувствовал, что натворил подлец. Вот что нужно сделать с этим человеком. И так и было раньше. Так и было раньше. Для людей это было нормально. Но человечество движется вперед. И слава Богу за это. И люди пришли к тому, что когда они начинают поступать даже с ужасным преступником, так же, как он, то это происходит некое уподобление. Недаром Иисус сказал, вот написано древними, да? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, что-то меняется. И мы понимаем, что если мы начинаем даже с ужасными людьми вести так же ужасно, как они, то это нам же хуже. И когда люди сегодня назначают гуманное наказание, тем, кто совершил страшное преступление. Потому что я вот когда читал новости, Бревик недоволен тем, что у него в тюрьме медленный интернет. Я думаю, это все как-то понять, недоволен. Недоволен. Он натворил такую, пусть благодарен будет, что он вообще жив остался. Хоть и в тюрьме там. У него там еще интернет, так ему еще не нравится, что медленный. Знаете, все бывает, внутри негодует. Хотя понимаешь, что в нас, знаете, что негодует? Вот это старое архаичное мышление, когда вот надо всех, чтобы все знали. Вот так вот, вот это вот. Это дикое, архаичное, старое мышление. Намного проще внешне поменяться, чем внутренне поменяться. Я говорю, что каждый из нас, и я в том числе, мы проходим через эти процессы, как в свое время многим нужно было осознать, что теперь у него крепостных крестьян не будет. Не может там по субботам на конюшне всех вважами бить, как раньше он это делал. Как кто-то понял, что у него не будет рабов там. Так и сегодня мы понимаем, это меняется. И весь вопрос в том, будешь ли ты держаться за старое, или ты откроешься для новых вещей и пойдешь дальше. И я понимаю, это очень непросто. Вот именно эти вопросы, они разделяют людей чрезвычайно сильно. Чрезвычайно сильно. Но в этой притче мы видим, да, это может быть рискованно. Да, это может быть пугающе, эти новые вещи. Но нужно идти дальше. Нужно то, что у нас есть, пускать в оборот. Да, это меняется, да, это преобразуется. Но не нужно ничего вот это консервировать, оставлять, чтобы ничего не поменялось. Есть, конечно, вот эти неизменные ценности, да, вот этот сам талант, да. Неизменные ценности, которые у нас есть в наших сердцах, да. Но сама по себе жизнь, она развивается. И не нужно этого бояться. Нужно быть открытым для новых вещей. Открытым для новых вещей.